Бойцам из Коми, выполняющим воинский долг в зоне специальной военной операции, сегодня передали машину повышенной проходимости и гуманитарный груз. С просьбой о содействии в администрацию главы Коми обратились бойцы, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Буквально на днях в администрацию главы Республики Коми обратился военнослужащий одной из воинских частей, участвующих в СВО, где служат бойцы из Республики Коми. Обратился с просьбой о предоставлении автотранспорта и другого имущества, необходимого для быта военнослужащих в полевых условиях. Эта машина одна из тех машин, которые были представлены на площади в конце апреля. Вот она дождалась своего военнослужащего и сейчас поедет в зону СВО. Машина передана Комитетом по имуществу Республики Коми по распоряжению главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба. Транспорт на передовой словно расходный материал. Часто выходит из строя, говорит боец с позывным Павел. Противник повсеместно используют беспилотники. Зачастую срок службы одной такой машины не превышает и двух месяцев. Техника нужна всегда. И для выполнения боевых задач, и для эвакуации раненых, и для бытовых нужд. Например, подвезти на передок бойцам еду, воду, стройматериалы. Так как у нас полк мобилизованный, с транспортом дела обстоят не очень. Ну, спасибо главе Республики Коми и отдельно Салиму Дамилу Бахтевичу. Вот они постоянно нам помогают. При поддержке волонтеров и благотворительного фонда «Добрая Республика» удалось оперативно собрать гуманитарную помощь. Генератор, инструменты, стройматериалы и многие другие нужные в быту вещи. Подобные весточки из дома поднимают боевой дух ребят. Признается командир подразделения, где служат наши бойцы. Особая благодарность от них за детские письма. «Очень всегда волнительно получать такие посылки. Бывают разные. Бывает гуманитарная помощь с хозяйственными, бывают масс-сети, бывают просто блиндажные свечи с письмами от детей. Очень всегда волнительно их получать. Ребята перечитывают их всегда. Оставляют у себя много их на память. В каждом блиндаже зайдешь, обязательно есть вот такие письма от детей. Ну и гуманитарная помощь, когда приезжают, все понимают, что Республика поддерживает своих бойцов». Дорога в зону специальной военной операции займет несколько дней. Ожидается, что транспорт послужит нашим бойцам на Харьковском направлении.